В России задержали украинца и передали его боевикам ДНР. Как сообщает «Украинская правда», об этом в Фейсбук написала представитель Украины в гуманитарной группе на минских переговорах Ирина Герасченко. Она подчеркнула, что незаконное задержание украинского гражданина и передача его боевикам через неконтролируемые участки границы – это преступление в контексте международного гуманитарного права. В Неаполе ранены двое украинских болельщиков футбольного клуба «Динамо». Как сообщают украинские новыны, украинцы доставлены в больницу с ножевыми ранениями груди и бедер. Оба молодых человека были ранены в разных местах, но получили идентичные раны, к счастью, не опасные для жизни. Полиция уже расследует эти инциденты. Отмечу, что сегодня в Киеве пройдет матч группового этапа Лиги чемпионов между местным «Наполе» и киевским «Динамо». В Николаеве разгорелся скандал в одном из вузов. Студенты пожаловались в СБУ на документальный фильм о Донбассе, посчитав его сепаратистским. Как сообщает «Таймер», хроникодокументальная лента рассказывает о событиях весны-лето 2014 года и о людях, которые в результате этих событий оказались у власти. На премьерном показе картины студенты восприняли ее как пропаганду и стали покидать зал, а позже кто-то из них сделал соответствующий звонок в СБУ. В Одессе очередной неадекват с оружием стрелял по маршрутке. Как сообщает трасса Е-95, стрельба произошла сегодня утром в Суворовском районе. Очевидцы рассказали, что мужчина достал пистолет в маршрутке и стал угрожать водителю и пассажирам. Его высадили и уже на улице он произвел несколько выстрелов, после чего его скрутили пассажиры. По предварительной информации, никто не пострадал. Отмечу, что сегодняшний инцидент уже третий за эту осень. В сентябре в результате стрельбы в трамвае была ранена женщина, а в октябре пьяный одессит расстрелял маршрутку, водитель которой отказался его подобрать. Редактор субтитров А.Семкин